Раньше это заболевание называли проказой и считали, что это наказание за грехи для заболевшего человека. Понятно, что таких людей исключали из общества, а некоторых даже сжигали на костре. Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о псориазе. Является ли это заболевание заразным? Повышает ли риск его приобрести вредные привычки? А также чем опасен стресс? Ответы на эти и на многие другие вопросы сегодня в программе «Тело человека» мы узнаем у нашего эксперта. А пока небольшая анатомическая справка. 29 октября в международном календаре обозначен как Всемирный день псориаза. Инициатором его учреждения в 2004 году выступила Международная федерация ассоциаций псориаза. В первую очередь эта дата затрагивает тех людей, которые страдают от этого заболевания, а это на сегодняшний день 3% населения планеты. Под названием псориаз в древности обозначали не одно, а целую группу хронических кожных заболеваний воспалительного характера. Его считали одним из проявлений лепры, из-за чего многие люди, страдающие псориазом, считались прокаженными. А еще псориаз считают императорской болезнью. Этим недугом страдали многие известные люди, в том числе и Иосиф Сталин и Уинстон Черчилль. Кстати, именно он в 30-е годы прошлого века предложил поставить памятник из золота человеку, который предложит эффективное лечение от этой болезни. Пока такой памятник никому не поставили. Сейчас время представить моих сегодняшних гостей. Итак, о псориазе сегодня мы будем говорить с врачом-дерматовенерологом, старшим преподавателем кафедры поликлинической терапии Гомельского медицинского университета Ларисой Александровной Порошиной. Здравствуйте. Здравствуйте. А помогать нам будет двое студентов Гомельского медицинского университета. Это Дарья Лукашенко и Константин Сурвила. Здравствуйте, ребята. Ребята, традиционно мы передачу начинаем с первого вопроса для вас. Он уже готов, поэтому внимание на экран. Сложность поиска описаний псориаза в прошлом связана с тем, что в медицинских трудах его часто называли лепрой. Древнеримский врач Авл Корнелли Цельс еще больше запутал ситуацию. Он описал псориаз, называя его импетего, что в переводе с латыни значит струпья. А ведь этим же термином в медицинских книгах того времени обозначался лишай. Относительно ясная клиническая картина появилась в 19 веке. А вот кому принадлежит эта заслуга и как дословно переводится название болезни, это вопросы для вас. Ребята, у вас уже есть первый вопрос. Вы можете пока готовить на него ответ, покопаться в истории, что-то вспомнить, а мы пока начнем наш разговор. Лариса Александровна, если у 10 человек, которые далеки от медицины, спросить, что такое псориаз, то большинство все-таки ответит, что это кожное заболевание, которое возникает чаще всего на нервной почве. Насколько это действительно правильно? И какова на самом деле природа этого заболевания? На настоящий момент известно, что псориаз имеет аутоиммунный механизм развития. То есть это такое заболевание, когда образуются свои антитела, которые реагируют на свои клетки и повреждают их. При псориазе могут поражаться и суставы, что нарушает движение у человека, причем суставы потом могут разрушаться, и это уже будет необратимое последствие. Поэтому лечение иногда нужно начинать рано для того, чтобы предотвратить такие серьезные осложнения псориаза. Лариса Александровна, заболевание известно давно, существует и статистика. И вот согласно этой статистике, кто все-таки чаще болеют? Мужчины, женщины? И для какого возраста характерно это заболевание? Заболеванием болеют одинаково часто как мужчины, так и женщины. Заболевание часто возникает, чаще всего. Существует два пика возникновения заболевания. Первый пик – это между 15 и 25 годами жизни. Второе – это, как правило, заболевание, которое имеет наследственную предрасположенность, и у этих пациентов мы часто видим, что в семье у кого-то тоже есть псориаз. Второй пик заболеваемости – это около 50 лет. Как правило, считается, что у этих людей нет наследственной предрасположенности, и действительно, часто, когда мы спрашиваем их о наличии псориаза у пап, мам, бабушек, дедушки, они говорят о том, что нет. Но что я заметила, обследуя своих пациентов, что часто эти пациенты говорят, о том, что у их детей уже есть псориаз. То есть момент, что может включиться наследственность, тоже такое существует. По поводу возраста, что хочу сказать, что в последнее время увеличивается количество деток, которые поступают у нас в клинику с псориазом, что очень печально. Причем в моей практике были такие детки, которые еще не было года, но мы у них диагностировали псориаз. Поэтому псориаз, к сожалению, сейчас молодеет, и мы видим, что утяжеляется его течение. Ну а все-таки что же запускает вот этот аутоиммунный механизм? Какие-то факторы есть специальные? Да. Псориаз – это генетически предрасположенное заболевание, которое возникает при наличии определенных факторов внешней среды и связано с особенностью жизни пациента. Мы уже говорили о стрессе. То есть часто наши пациенты говорят о том, что у них псориаз возник после того, как был какой-то серьезный стресс. Это может быть экзамены, это роды, это пошел в армию. Такие стрессовые факторы могут влиять как на начало заболевания, так и утяжелять или способствовать обострению его уже в течение имеющегося заболевания. Следующая причина – это наличие инфекций. То есть банальная инфекция, банальная ангина, перенесенный гайморит или еще какая-то чаще стриптококковая инфекция могут способствовать возникновению псориаза, чаще это у молодых людей, либо обострять его уже, когда имеется заболевание. Также прием алкоголя. То есть я вижу, что пациенты, мужчины, как правило, имеют более тяжелые формы заболевания, чем пациентки и женщины, потому что гендерно обусловлено как-то больше прием алкоголя у мужчин. Прием лекарственных препаратов. То есть бета-блокаторы, которые назначаются для лечения артериальной гипертензии. Неспецифические противовоспалительные средства, которые пациенты принимают для того, чтобы снять болевой синдром. Прием антималярийных препаратов, которые применяются при ревматологических заболеваниях, может также способствовать утяжелению течения псориаза. Диета. Несмотря на то, что нет определенной диеты при псориазе, но при этом прием пищи с большим содержанием животных жиров, так называемая атерогенная диета, высоко атерогенная, она способствует тоже утяжелению псориаза, утяжелению течения. И люди, например, из избыточной массы тела, которые регулируют свою диету, начинают питаться с потреблением жиров растительного происхождения, уменьшают количество жиров животного происхождения, они при этом и худеют, и течение псориаза у них становится намного легче. То есть это имеет основные факторы, которые ведут к как появлению псориаза, так его и утяжелению, и ухудшению состояния. А также имеет значение сезон года, то есть у многих пациентов обострение псориаза происходит именно в зимний период, хотя есть пациенты, у которых имеется и летняя форма псориаза, которая меньше встречается. Но если говорить как раз о климатических зонах, то известно, что если все население в среднем 3% из них страдает псориазом, то, например, в таких северных странах, как Швеция, Норвегия, этот процент почти в 2 раза выше. Что здесь влияет на развитие псориаза? Прежде всего, жителям скандинавского полуострова не хватает солнца. То есть это та часть земного шара, где солнечная активность, пожалуй, минимальная. И поэтому псориаз, конечно же, развивается в этих странах чаще, чем в других. Ну и я думаю, что имеет значение, конечно, и генетика. Скорее всего, у жителей скандинавского полуострова. То есть отмечено, что именно у коренных жителей. Известно, что реже люди солнечных стран страдают псориазом. Но если бляшки уже есть, то активное солнце, активный ультрафиолет может привести к их обострению. Так что же на самом деле? Солнце и море, они полезны для больных псориазом или все-таки противопоказаны? Я очень рада, что вы затронули эту тему, потому что в обществе понятие такое. Если у тебя псориаз, быстрее собирай чемодан, едь на море, и тебе станет хорошо. На самом деле это совсем не так. Ну, конечно, жители южных стран болеют псориазом реже. Но я вот, например, работаю с иностранными студентами. То есть это студенты из Ирана, из Индии, из Ирака. И они иногда консультируют по фотографиям своих родственников. Наверное, процентов 30 из этих консультаций я вижу там псориаз. Поэтому псориазом болеют и жители южных стран. Конечно же, меньше. По поводу того, что солнце может обострять бляшки. Конечно. И мы это применяем и в лечении. Когда пациент в прогрессирующей стадии псориаза, то есть когда у него появляются новые бляшки, когда у него активный процесс, когда у него элементы сыпи яркие, красные распространяются, сливаются, в этом случае пациенту категорически противопоказано какое-то раздражение кожи, в том числе солнечное излучение, в том числе перемена климата и так далее. На йог мы отправляем пациентов тогда, когда у них стационарная или регрессирующая стадия псориаза. То есть когда бляшки становятся более светлыми, шелушения уменьшаются, бляшки становятся тонкими, они не растут, не сливаются. В таком случае солнце как раз-таки позитивно воздействует на кожу пациента. Оно способствует тому, чтобы эти бляшки уходили, разрешались. И при этом солнечное излучение, в частности, это может быть как естественное солнце, пребывание где-то на юге, это может быть использование ультрафиолетовых лучей в терапии. В данном случае это способствует разрешению и длительному хорошему состоянию кожи. Дариса Александровна, спасибо большое. Давайте мы сейчас выслушаем ответ наших ребят на вопрос. Напомню вам его. Он был о том, кто впервые правильно описал клиническую картину и когда это было псориаза. И вторая часть была вопроса о том, как же дословно переводится псориаз. Я буду отвечать. Впервые описание болезни, сделанное в 1809 году, принадлежит английскому врачу Роберту Виону. Он смог отделить псориаз от такой смертельной заразной болезни, как лепра. То есть четко описал клиническую картину и показал разницу между смертельными заболеваниями, опасным лишаем и банальным псориазом. А собственно термин псориаз происходит от древнегреческого слова псориазис, что дословно переводится как зудящий статус. Впервые данный термин применил австрийский драматолог Фердинанд Гебра в 1841 году. Ну что ж, для вас готов уже второй вопрос. Мы не будем терять время. Внимание на экран. При многих заболеваниях врачи рекомендуют придерживаться определенных правил питания. И хотя псориаз – это не диатез, запреты в питании для этой категории больных существуют. Более того, разработана даже специальная диета. А вот кто ее автор и на каких принципах эта диета строится? Это вопросы для вас. Ребята, вопрос для вас второй уже прозвучал. Пожалуйста, готовьте на него ответ. А мы, Лариса Александровна, продолжим наш разговор дальше. Итак, мы уже сегодня упоминали о том, что псориаз – это генетически детерминированное заболевание. Насколько увеличивается риск развития этой болезни, если оба родители болеют псориазом? Если оба родителя болеют псориазом, риск развития псориаза у ребенка составляет около 60%. Но такое все-таки встречается редко. Чаще бывает, что родитель один болеет псориазом. В таком случае риск развития от 15 до 20%. Опять-таки хочу остановиться на том, что генетика генетикой, но развитие псориаза во многом зависит от образа жизни пациентов. Что делать родителям, чтобы у ребенка в такой ситуации ниже был риск развития псориаза? Ну, псориаз – это прежде всего психологический дискомфорт, как для ребенка, так и для родителей. На что я хочу обратить внимание. Дорогие родители, не надо лазить в интернет и смотреть там все страшилки. Не надо пугаться того, что есть. Очень многие пациенты с псориазом, который возник в детском возрасте, благополучно живут и радуются жизни и счастливы. Поэтому нужно создать для своего ребенка такие условия, чтобы ему было психологически комфортно в семье, психологически комфортно со своими друзьями, и психологически комфортно в школе. И те пусковые механизмы, о которых мы говорили, да? Конечно, их лучше, конечно, уменьшить, минимизировать. Пусковые механизмы, конечно, желательно минимизировать. Ну, скажем так, хроническая инфекция, то есть она развивает не только, способствует развитие не только псориаза, но и других. То есть кариозных зубов не должно быть, антеноиды должны быть пролечены. Инфекции не должны затягиваться. Стрессовые ситуации. Стрессовые ситуации должны минимизироваться, ну, насколько это возможно. То есть какой-то специалист... Я бы не советовала вообще об этом думать. То есть здоровый образ жизни, в принципе, и не думать о том, что у вас что-то плохое разовьется. И это больше вероятность того, что все будет хорошо. Ну, и такой очень важный момент все-таки психологического дискомфорта. Когда у человека есть яркие проявления псориаза на коже, а тем более многие в обществе считают, что это все-таки заразно, что на сегодняшний день можно сделать, как помочь этому человеку, чтобы действительно уменьшить с одной стороны проявление, а с другой стороны и вот этот психологический дискомфорт снизить? Конечно, при псориазе как стресс способствует возникновению псориаза, так и псориаз усиливает психологический дискомфорт пациента. Каждый доктор, когда работает с пациентом с псориазом, пытается выяснить, насколько стрессозависим этот пациент, для того, чтобы рекомендовать ему в том числе и психологическое консультирование. Консультирование у психотерапевта, который поможет выявить глубинные механизмы дискомфорта, помочь этому пациенту, что будет способствовать уменьшению проявлений псориаза, улучшению качества жизни пациента. Пациент должен себя считать счастливым, красивым, он должен себя видеть позитивно в обществе, и тогда общество его тоже будет воспринимать таким, как он себя видит. Если пациент зациклился на своей болезни, конечно, это будет усугублять и развитие болезни. И поэтому вот этот поручный круг необходимо разорвать, в том числе с психологическим консультированием. Хочу обратить внимание, что врачи-дерматологи относятся серьезно к этому вопросу, и, например, в штат сотрудников Гомельского областного кожевого диспансера входит в том числе и психотерапевт, у которого наши пациенты могут получить квалифицированную помощь. Также можно обратиться и к другому психотерапевту. Но что хочу сказать, что часто мы рекомендуем пациентам обращаться к психотерапевтам, но в нашей стране, к сожалению, не развита культура психологической помощи. Пациенты думают, что если их отправляют к психотерапевту, то их поставят на учет, им надо будет где-то там куда-то появляться, им не дадут права и все остальное. На самом деле, это не обычная практика. Это обычная практика, она широко развита за рубежом, и это то, что реально может помочь пациенту. Я вижу, что начинается учебный год, и к нам идут школьники. Я вижу, что начинается учебный год, к нам приходят первоклассники, либо с возникновением псориаза, либо с обострением, либо с ухудшением. Почему бы не помочь этим детям справиться с этими проблемами? Они, конечно же, психологические. Мы знаем, что универсального какого-то способа нет. Это целый комплекс мероприятий. Таблетки, мази, может быть, какие-то физиолечения. Что на самом деле представляет из себя вот этот лечебный комплекс? Еще Гиппократ говорил, что мы лечим не болезнь, мы лечим человека. Поэтому лечение, конечно, всегда строго индивидуализировано. Оно зависит от индивидуальных особенностей человека, от пола, от возраста, от подверженности человеку от лечения, от желания его получать это лечение, от распространенности процесса, от стадии заболевания. Например, пациенты с распространенными формами зачастую нуждаются в том числе и в стационарном лечении. То есть они проходят лечение в стационаре, где проводится комплекс терапии, такой как системная терапия, это местное лечение, то есть мази, крема. А также физиотерапия, которая чаще ультрафиолетовое облучение. Конечно, пациентам становится лучше, у них улучшается внешний вид, у них уходят эти бляшки. Это в том числе и влияет на психологическое видение пациента. Если у пациента заряд нераспространенный, то есть по европейским данным до 30% поражения кожи не рекомендуется назначать системную терапию, рекомендуется использовать местное лечение. Тогда назначается местная терапия с применением различных препаратов. Хочу обратить внимание на то, что, еще раз я уже об этом упоминала, что лечение на разных стадиях разное. То, что мы назначаем в прогрессирующую стадию псориаза, оно будет уже не столь эффективно тогда, когда бляшки уходят. А то, что когда мы назначаем в стадию регресса разрешение бляшек, категорически может быть противопоказано в прогрессирующую стадию псориаза. То же ультрафиолетовое излучение, то есть солнце. Те же раздражающие крема и мази. Вот мне иногда бывает интересно, и я там читаю какие-нибудь народные средства, народные мази, которые рекомендуют там в различных средствах массовых информаций. Хорошие мази. Но большинство их на дегте. Дегте разрешающая терапия. То есть эти мази, как правило, можно в разрешающую стадию. Но если их будет применять пациент в прогрессию, когда появляется, когда растет, когда все это сливается, они могут, наоборот, ухудшить состояние пациента. Поэтому, конечно же, лучше проводить лечение вместе с врачом, чтобы это было профессионально, чтобы это было в зависимости от стадий, в зависимости от индивидуальных особенностей. И это будет приводить к хорошему результату. Алиса Александровна, сейчас я предлагаю послушать ответы наших ребят. И у них был вопрос о диете, которая применяется при псориазе. Ребят, вы готовы отвечать? Да, готовы. Пожалуйста. Константин. Автором диеты при псориазе является американский врач Джон Пегано. И сейчас моя коллега поподробнее расскажет о ее принципах. 70-80% рациона должны составлять щелочообразующие продукты. 20-30% должны составлять кислотообразующие продукты. К щелочообразующим продуктам относятся свеже, свежезамороженные, либо приготовленные на пару овощи и фрукты. К кислотообразующим относятся злаки, нежирные сорта рыбы, мясо птицы, молочные продукты обезжиренные, также яйца и чай. Также Джон Пегано рекомендует выпивать 6-8 стаканов воды в день, добавлять лицетин в эту воду. Лицетин – это продукт, который содержится в желтках яиц. Также он советует высыпаться, поменьше стрессов, вести активный здоровый образ жизни. И, как сказала Лариса Александровна, просто жить и не обращать внимания на эту проблему. Потому что, по сути, для современной медицины это проблемой таковой не является. А просто жить и тем самым продлить себе состояние ремиссии. Ну что ж, хорошая достаточно у нас диета, рекомендации по питанию. Лариса Александровна, все-таки в конце программы мне хотелось бы, чтобы вы, как специалист, дали для наших телезрителей общие рекомендации о том, как вести себя человеку с птицариазом. Что сделать для того, чтобы вот эти самые периоды ремиссии более-более длительными, течение заболевания было более легким. А для кого-то предупредить развитие этого заболевания. Прежде всего, это здоровый образ жизни. Пациентам мы рекомендуем отказаться от вредных привычек, таких как алкоголь, курение. Потому что это может усугублять нарушение липидного обмена, нарушение других видов обмена и способствовать ухудшению состояния на коже. Следующее, что мы рекомендуем пациентам с избыточной массой тела, снизить вес, привести его к нормальному состоянию, что тоже может способствовать улучшению состояния на коже. Следующая моя рекомендация – это обследоваться у лора, у стоматолога и у других специалистов, для того, чтобы выявить возможные очаги хронической инфекции и полностью их пролечить, потому как инфекции хронические в том числе могут способствовать ухудшению состояния при псориазе, а также его возникновению. Санаторно-курортное лечение, либо, в принципе, отдых на море, опять-таки, обращаю внимание, вне прогрессии, благоприятно влияет на состояние кожи пациентов. Ну и в целом, мы же все любим отдыхать, это улучшает наше настроение, это психологически на нас хорошо действует, это дает нам состояние радости. Конечно же, пациентам с рязом это очень важно, потому как заболевание завязано на вот этих негативных эмоциях и на стрессах. И хочу обратить внимание, не надо ходить в интернет и смотреть там всякие неблагоприятные исходы. Не надо говорить с людьми, которые имеют какие-то негативные последствия и ждать, что они возникнут у вас. Псориаз это заболевание, даже оно, если возникает в самом раннем детском возрасте, может выйти на длительную ремиссию, то есть до 10 лет пациенты многие отмечают отсутствие у них высыпаний на коже, отсутствие каких-то проявлений. При правильном подборе лечения, при правильном отношении к жизни мы можем добиться длительной ремиссии. В таком случае псориаз не будет оказывать неблагоприятного влияния на жизнь, и пациенты или люди, в данном случае уже не пациенты, будут чувствовать себя хорошо. И здоровыми практически людьми. Будут чувствовать себя хорошо и будут здоровыми практически людьми. Я благодарю вас за сегодняшнюю встречу, Лариса Александровна, Даша, Костя. И до новых встреч. Спасибо. Спасибо. Большая часть наших болезней – дело наших собственных рук, говорил Жан-Жак Руссон. И был, безусловно, прав. Поэтому берегите себя, не болейте. А если заболели, то обязательно лечитесь. И до новых встреч в программе «Тело человека». Редактор субтитров А.Семкин